Мой парень оказался говноедом. Здравствуйте, меня зовут Таня. Я яро поклонница Веронике Степановой. Когда я смотрела её ролики о Капрофиле, я думала, что это просто прикол. Но она, как всегда, оказалась права. Я три года встречалась с Олегом. Олег очень красивый парень. Мы с ним часто ходили в рестораны, а также он любил готовить и угощать меня сладостями. Каждый раз, когда я была у него дома, он угощал меня пирогами с разными начинками. Недавно он мне сделал странное предложение во время нашего бурного ипподрома. Он попросил меня сесть на его лицо. Я подумала, что он хотел сделать мне ням-ням. Как только я села ему на лицо, он сказал, «Хочешь, я могу обслужить тебя туалетом?» Я не поняла и переспросила. А он грубым тоном сказал, «Сука, насри мне в рот!» От шока я ему насрала смачно жидким кавом в рот и вдобавок пописывала туда же. Он резко начал облизывать мою пятую точку. Знаете, после этого мне стало так всё отвратительно, и я решила расстаться с Олегом. Недавно он мне пишет, «Таня, не хочешь пирожок с моим фекалием?» Я ему, «Издеваешься?» «Ты в натуре больной человек». Так я ему и написала. А он в ответ, «Ты дура!» «Три года жрала моё говно с разными начинками. Что теперь ломаешься?» Написал он. После этого меня вырвало, и я решил пойти сделать промывание желудка. Уважаемые девчонки, если встречаетесь с парнем, обязательно проверяйте его на психические болезни, иначе можете запросто стать говноедом, не зная этого.